Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «День за днём» в студии Сергей Бигдай. Все самые важные и интересные события по татарскому району сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По осушению основного водосточного канала. Как всегда, все опирается в денежный вопрос. Проходит укладка новой трубы на улице Герцена. В связи с тем, что труба была уложена более 50 лет назад, она уже не может функционировать надлежащим образом. Проводятся большие работы по отсыпке инертных материалов на дорогах. На данный момент отсыпано более полутора тысячи тонн по улицам Никишкина и Пушкина, переулку Гвардейцев и Западный. Работы ведутся во всех проблемных местах районного центра. Разрабатывается большое количество проектов по благоустройству улиц. Но, как отмечается, главной проблемой является нехватка бюджета. Но дело сдвинулось в мертвой точке, что вселяет надежду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 августа наша съемочная группа побывала в микрорайоне Колундинский, где в эти дни МУП «Водоканал» занимается прокладкой новых труб холодного водоснабжения. Мы поинтересовались не только ходом текущих работ, но и планами развития водоканала на ближайшее будущее. Основными целями и задачами предприятия МУП «Горводоканал» является обеспечение жителей города Татарска бесперебойным холодным водоснабжением и водоотведением. За последние годы на предприятии совместно с администрацией города Татарска был разработан ряд мероприятий по улучшению качества работы водоснабжающей организации, а именно подачи холодной воды в дома жителей города и услуг водоотведения. Также за последние годы было построено и введено в эксплуатацию 10 километров коммуникаций холодного водоснабжения. Такие проекты «Горводоканал» реализует не только за счет собственных средств. Было выделение денежных средств на строительство водопровода на поселок Наливной станции. Порядка 2,2 километра полиэтиленовой трубы ввели в эксплуатацию. Улучшение качества и воды пошло по населенному пункту. В 2011 году как раз на этом микрорайоне Кулундинский было проложено 3,6 километра нового водоснабжения. И на сегодняшний день также мы осуществляем еще строительство, но это уже за счет собственных средств проводим строительство. В начале июня нами было проложено 200 метров от Мамонтово по Жданово. На сегодняшний день на балансе МУП «Горводоканал» находится более 110 километров коммуникаций холодного водоснабжения и 34 километра труб водоотведения. Подача холодной воды осуществляется за счет 10 глубоколодных скважин, расположенных на территории города. Каждая из них глубиной 1120 метров. «Горводоканал» мог бы реализовывать больше проектов за счет собственных средств. Но проблемой являются недобросовестные жители, которые не вовремя или совсем не оплачивают предоставляемые услуги. На сегодняшний день имеется у нас задолженность населения порядка 6 миллионов рублей за холодное водоснабжение, за водоотведение. Мы принимаем все меры совместно с администрацией города, создаем комиссии, вызываем должников, на комиссиях рассматриваем, обращаемся в суды. Также совсем недавно был разработан проект современных очистных сооружений с пятью стадиями очистки. Но за собственные средства такой дорогостоящий проект не реализовать. Поэтому руководство «Горводоканала» планирует попасть в областные программы и надеется на выделение средств. За счет постоянного обновления трубопровода снизилось число аварийных ситуаций и перебоев подачи холодной воды. Руководство «Горводоканала» призывает жителей города оставлять заявки на подключение их домов к холодному водоснабжению, ведь это в разы улучшает жилищные условия. К тому же в микрорайоне Кулундинский, где сейчас ведутся работы по прокладке трубопровода, уже давно началась газификация. И, пожалуй, холодная вода в доме, а не на колонке, сделает жизнь еще удобнее. Уже 2500 домовладений Татарска из 4500 пользуются услугами «Горводоканала». Порядок подачи заявления на предоставление таких услуг очень простой. Телефоны, мы всегда даем объявления в газете 25969. Приходите в ПТО, к начальнику производственного отдела, с желанием провести водопровод. Пишите заявление на имя руководителя МУК «Водоканала». Все это заявление рассматривается, мы выдаем технические условия. Процедура упрощенная, технические условия у нас выдаются бесплатно. Ничего за это платить не нужно. Если заключают с нами, то мы составляем договор, выполняем прокладку, берем на содержание, обслуживаем. За последние годы также решили проблему текучести кадров и задержки заработной платы. Теперь она выдается в срок. Хочется отметить, что коллектив у нас устоявшийся, специалисты, именно работающие по профилям, то есть обученный, начальник производственного отдела, и отдел кадров, и юристы. То есть именно профильные имеют профильное образование, и мастера, которые выполняют строительство водопроводов. Ну, насчет текучести кадров я бы не сказал. Текучести кадров большой у нас нету, коллектив сплоченный, численность практически постоянная, это 76 человек у нас, ну, варьируется из 76-80. Горводоканал – это стабильное предприятие, которое не только оказывает необходимые услуги населению, но и экономически работает эффективно. Поэтому из года в год география деятельности расширяется. На сегодняшний день мы заключаем договор с Северо-Татарским сельским советом, заключаем договор с Новопокровским сельским советом. В перспективе у нас вопрос Киевский сельсовет, Новотроицкий сельсовет. То есть идет расширение, мы пытаемся и близлежащие, то есть районы тоже включить в обслуживание, в содержание, также в подачу. Помимо постоянных мероприятий по прокладке труб водоснабжения, регулярно обновляются технические устройства, предназначенные для очистки воды. В целом, можно сказать, что фронт работ у горводоканала остается большой. Главное, это постепенно, но укладываясь в сроки, выполнять все намеченные задачи. Для кого-то лето, пора каникул и отпусков, а для выпускников это бесконечные поиски образовательных учреждений, где они продолжат обучение. На этой неделе наша съемочная группа побывала в Татарском политехническом и педагогическом колледжах и узнала, как проходит приемная комиссия в этих учебных заведениях. В Татарском политехническом колледже приемная комиссия началась еще 1 марта. Уже с этого времени будущие студенты начали выбирать учебное заведение, в котором они получат специальность своей будущей профессии. Сначала происходила процедура предварительной записи на обучение в политехническом колледже, а уже после выдачи выпускникам документов об образовании, работа приемной комиссии пошла полным ходом. В этом году мы набираем на базе 9 классов по рабочим профессиям электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, мастер сельскохозяйственного производства, мастер отделочных строительных работ, мастер общестроительных работ, повар-кондитер на базе 11 классов, Хозяйка и хозяин усадьбы на базе девяти классов и специальности среднего звена, специалистов среднего звена, это механизация сельского хозяйства и эксплуатация зданий и сооружений и строительства. Вот данные профессии, которые мы в этом году можем предложить нашим абитуриентам и будущим студентам. В таком изобилии специальностей у абитуриентов есть большой выбор, но большинство из них склонялись в сторону механизации сельского хозяйства. Сегодня мы можем говорить уже, что заявлений на базе девяти классов по специальности механизации сельского хозяйства подано уже 32 заявления, а набору группы это 25 человек. То есть в этих группах всегда у нас бывает конкурс. В этом году, как и всегда, в Татарский политехнический колледж поступают абитуриенты не только из Татарска и Татарского района, но и из Кыштовского, Венгеровского, Баганского районов, из Китима и Омской области, включая город Омск. На этом работа приемной комиссии еще не закончена. На некоторых специальностях группы до конца еще не набраны. У нас есть 237 мест по всем профессиям, которые я перечислила. Но на сегодняшний день мы план выполнен на 55%. То есть мы продолжаем еще работу приемной комиссии, несмотря на то, что 15 августа пройдет первая волна зачисления, есть группы, которые уже можно зачислять. А в остальных группах идет еще набор, мы дали дополнительное объявление. Затем мы поработали, провели рабочее совещание со специалистами молодежных центров Устарского и Татарского района, включая центры занятости. Работу ведем со специалистами молодежных центров Венгеровского, Чановского, Кыштовского и Чистоозерных районов. Для того, чтобы они нам помогли как-то больше собрать молодежь и организовать их непосредственно занятость. В Татарском педагогическом колледже приемная комиссия продолжает свою работу до 25 августа. Хотя наплыв абитуриентов в этом году позволяет уже сейчас зачислять группы, ведь на каждое место уже есть претенденты. Далее прием будет осуществляться уже на конкурсной основе на основании среднего балла аттестата. Принимаем мы на базе 9 классов на специальности педагогика дополнительного образования в области спортивно-оздоровительной деятельности и также дошкольное образование. На базе 11 классов принимаем по специальностям преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования в области спортивно-оздоровительной деятельности, дошкольное образование. Коррекционная педагогика в начальном образовании – это специальности бесплатные. И есть платная специальность – это программирование в компьютерных системах на базе 11 классов. Помимо очных направлений подготовки будущих педагогов, есть возможность обучаться на некоторых специальностях и заочно. Также принимаем на заочное отделение. Прием продолжается до 1 октября. На базе 9 классов принимаем на специальность преподавание в начальных классах. И на базе 11 классов принимаем по специальностям педагогика дополнительного образования в области спортивно-оздоровительной деятельности, начальные классы преподавания в начальных классах и также дошкольное образование. В педагогическом колледже среди абитуриентов также есть наиболее предпочтительные специальности. Это преподавание в начальных классах и дошкольное образование, так как воспитатели в детских садах сейчас очень востребованы. География абедуриентов Татарского педагогического колледжа также широка и не заканчивается на нашей области. У нас и Омская область, и Дальние области бывают, а так наши основные Устарский район, Чановский, Чистоозерный, Кыштовский, есть Барабинского района. Большинство поступающих идут в колледж не для того, чтобы просто получить образование. Они надеются в дальнейшем связать свою профессию с преподаванием. Основная масса идут осознанно, целенаправленно. По окончанию мы трудоустраиваем 100% всех. Мы сотрудничаем с управлением образования всех районов Новосибирской области. Они нам делают заявки, что такие-то преподаватели, учителя им нужны. Мы своим студентам, выпускникам предлагаем различные места. Кто-то по месту жительства возвращается, кто-то в городе остается, если есть вакантные места. Ну, 100% распределяем всех куда-либо. Ну, а пока работа приемной комиссии продолжается, у абитуриентов есть возможность подобрать желаемую специальность в образовательных учреждениях нашего города. 6 августа на стадионе «Локомотив» прошли празднования дня железнодорожника. Как и всегда, событие привлекло много гостей, для которых железная дорога стала неотъемлемой частью жизни. Погода для празднования выдалась самое что ни на есть подходящее. Осветило солнце, дул легкий ветерок. Поэтому решение провести концерт под открытым небом было очень удачным. На стадионе организовали небольшую сцену, перед которой расположился импровизированный зрительный зал. Гостями праздничного концерта, безусловно, стали работники и ветераны железной дороги. Празднования дня железнодорожника в этом году совпали со 120-летием станции «Татарская». Поэтому настроения гостей и самого праздника были особенными. Гостей поприветствовали глава Татарского района Владимир Смирнов, представители Совета депутатов Татарского района Евгений Артюхов, глава города Татарска Александр Шведов и начальник станции «Татарская» Артем Зарицкий. Из рук руководителей района и города железнодорожники получили почетные грамоты за долгий и плодотворный труд. Также наградили молодых специалистов. Не обошлись стороной ветеранов, которые на протяжении многих десятков лет трудились на благо своей станции «Татарская». Тем временем на спортивных площадках стадиона проходили традиционные спортивные соревнования по футболу, волейболу, городкам, шахматам и тяжелой атлетике. День железнодорожника всегда был большим событием в Татарске. В нынешнем же году можно с уверенностью сказать, что праздник действительно удался. Это был информационный выпуск «День за днем». Смотрите нас на телеканале ОТС каждую пятницу в 18.00 с повтором в субботу в 10.30. Также все наши выпуски вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. С вами был Сергей Бигдай. Удачных вам выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!